Так, все, все выставил, все готово. 7 секунд задержка, это вообще прекрасно. Fialakul. Блин, какие же у вас сложные ники, просто капец. Здравствуйте, Art of Minds, добрый вечер. Присоединяться, тыкайте необходимый кнопочек. Все, кнопочки нажали. До третьего эфира доползли у нас 6, нет, 7, нет, 7, правильно. 7 команд. Поэтому я всех... Бутинобанайс, другами гоу, здравствуйте. Представляю, ну и потихой, потихой начнем. Уже? Команды винтовку у нас играет, козырные жорделы играют, невинные инвесторы, нелегальный доступ. Невинный инвестор. Так, что-то все плохо, да? Блин, у меня тормозит или... ...в себе силы, что вы шарите, как сказать, в зарубежном уроке, то приходите, игра получилась нормальной, без лишних, там сказать, так сказать, перекосов, сложностей. Ну, конечно... Axolotl, добрый вечер. Всем привет из Белостока. Привет Белостока. ...это так, анонс, а в думах сегодня будем пребывать ближе... ...восточная Польша. ...нерно полтора часа. ...ждем еще седьмой камер. Так, блин. ...целую минуту, чтобы присоединиться, и я уже... ...чуть-чуть подтупливает интернет, я надеюсь, он разгонится. Это, возможно, у меня лаги. Вот сейчас был пропуск кадров. Верю в качество, верю в интернет. Наткнулась домой на ТикТок. Смотрела на Ютубе, теперь решила присоединиться. Смотрю из Норвегии. Так, вы у нас первый человек из Норвегии. Рад, что вы к нам присоединились на онлайн. Погнали. В 1900 году Ишеми Цумакио проявил себя гением разведки и открыл в Харбинь ее, куда иностранные военные сами приносили ценнейшие разведывательные материалы. Назовите ее. Время. Так, это какая-то подпольная организация, какая-то... Так, давайте думать. Блин, как сложно сейчас. Я что-то не вошел еще в ритм. Так. Таверна, таверна как будто в героях. Казино, фотомастерская. Фотомастерская. Ну, кто еще не Art of Madness? Я хотел в ответ написать Art of Madness, но это фотолаборатория. Да, фотолаборатория. Слушайте, какой хороший вопрос. Это круто. Так. Я сегодня в таком очень подвешенном состоянии. Поэтому соображаю, пока не очень. Надеюсь, что разойдусь. Наверное, тоже хорошо. Но фотомастерская еще лучше. Прежде чем отправить фотографии стратегических объектов на родину, иностранным военным, нужно было их где-то проявить, разумеет. Потрясающе. Купи отправлял в Японию. Проявил себя небольшая подсказка. Это фотостудия. Блин, что значит копировальня? Вот у меня вопрос. Фотолаборатория, да. Все остальное, что-то пока, наверное, не очень, да. Дальше. Ежегодно в один из дней ноября по всей Эфиопии сжигают мусор. Традиция берет начало более века назад, когда таким образом пытались бороться с ней. Назовите ее словом происходящим от топонима. Так, не малярия, нет. Что-то еще. Испанка, да, вирус. Все, вот это супер. Понятно было, что с какой-то болезнью борются, но вот испанка прекрасна. Топоним. Испания тоже топоним. Наверное, да. Испанка очень хорошо. Ежегодно в один день. Более века назад. Ну, как раз тыс. Начало 20 века. Так что... Так, болгарка. Чешка. Что мы еще знаем? Финка. Вьетнамка. Так, Серега. Серега с отличной версией. Так. Что еще подходит? А что такое литовка? Я не знаю, что такое литовка. Так пытались бороться с испанским гриппом. Хорош. Горелка, это маленькая обезетка. Как ни странно, в известной серии произведений автор упоминает очень толстого персонажа, у которого вместо талии он. Назовите его словом латинского происхождения. Вау. Так. Ну, да, Испания это топоним, а испанка произошла от топонима. Экватор, конечно же. Слушайте, ну, господин Артоп Мэднес, я даже сообразить не успеваю. Экватор. Круто, круто, очень круто. Полька, да, Польку забыли. Вот, Полька есть. Какой-то фэдшейминг. У нас осуждают такое, за такое на Твиче. Да. Так, как, господин Артоп Мэднес, добавить 30 секунд задержки, чтобы мы успевали чуть-чуть подумать. Так, по-моему, у меня стоит автофокус. Так, сейчас я его отключу. Серия произведений «Плоский мир» Терри Пратчета, действия которых происходят в плоском мире. Тем не менее, Экватор сравнивает полного персонажа с планетой. Автор сравнивает полный персонаж с планетой и поминает Экватор. Так, как будто все там знают, что это такое. Экватор, да, 6 команд взяли. На выставке «Дегенеративное искусство» нацесты снабдили работы иксами 1920-х годов в расчете на возмущение публики. Какое слово с удвоенной согласной мы заменили на «Икс» время? Божечки мои. Так. «Иксами 20-х годов в расчете на возмущение публики». Ценники очень хорошо, потому что как раз большая инфляция. Давайте еще подумаем. Ну, скорее всего, они играли на вот этой высокой инфляции и пытались как-то людей взбудоражить. Что если не ценник, да? Что нам говорит о тяжелых временах 20-х годов в той же Германии? Да, да, негодование от высокой цены. Типа вот раньше это было прям, типа, дорого. Театральный билет. Ценник отлично. Мне кажется, ценник хорошо. Ценники. Ольга, полностью с вами согласен. Вот эти все, мало того, что запись, так еще и поздно. Правильный ответ. Рядом с каждой работой была указана стоимость ее приобретения. Большинство сделок стоялось 1920-е годы в период гиперинфляции. Поэтому посетителям выставки сумма оказалась астрономической. Хорош. Ценник. Ценник. Хорош. В интервью 2021 года популяризатор науки Александр Панчин отмечал, что сделать это с помощью стоматологической пломбы было бы гораздо проще. Что именно сделать? Так, какую-то трещину залатать. Популяризатор науки. На МКС что-то, да, на МКС. Что там на МКС было? Там отверстие какое-то, да? Так, вулкан, ковид. Золотая дырка. Бреж, да, там же была на МКС. Так. Бреж на МКС. Гоу Гамми Гоу туда же, да? Примерно тогда это все и было. Утечка воздуха. Ага. Большой конец. Хорошо. Да, да, там была какая-то микроскопическая дырка, и там чуть ли не закончили миссию на МКС. Ну, что-то там было серьезно. Популяризатор науки, занимающийся и развенчанием мифов. Интервью было посвящено, в том числе, противникам вакцинации. Так он сказал про чипирование. Батюшки. Заделать, заплатать, открыть, отравить. Две команды взяли. Ну, слушайте, это сильно. Черногорский городок Херцог-Нови расположен на склоне гор. Местные жители шутят, что измеряют расстояние и время в них. Жак Блондель установил, что ее оптимальные размеры соотносится как 17-29. Назовите ее одним словом. Время. Да, ступени очень хорошо. Старман. Ага, ступень. Роккенлорка. Так. Ступенька. Ага. Так. Лестница. А, нет, ступень. 17-29 это типа ширина и длина, да? Ступень. Слушайте, ну с ковидом хорошо, но до чипирования докрутить это жестко. Херцог-Нови город тысячи ступеней. В шутку, местные жители используют ступени как единицу измерения вместо метров и минут. Архитектор Жак Блондель исследовал размеры ступеней научными методами и выявил формулу шага, согласно которой оптимальное соотношение размера ступеней 17 к 29 сантиметрам. Ступени, ступеньки, это верно. О, мы догнали. Общаясь в обстановке, люди склонны проявлять фантазию и высказывать самые смелые дни. Американский ученый Майкл Эндресс подсчитал, что в 20 веке несколько лет подряд число выданных патентов снизилось почти на треть. По мнению Эндресса причиной стал он. Назовите его двумя словами на парные согласные, вот. Вспомнили, Крис, плиз. Госпожа морская дохода, добрый вечер. Ждали вас? Очень хороший вопрос, да. Не-не, отлично, отлично. Так, ну что, у нас пока равный счет. Вот, команда, которая была в лидерах, ступеньки не ответила, невозможно, лестницы написали. ...совершает важное открытие не на самой работе, а после нее, общаясь с коллегами в баре. Правильный ответ, сухой закон. Хорош. Сухой закон, занавес, сухой закон, правильно. Упаковкой для самой дорогой ее, сделанной по заказу Аристотеля Анасиса, послужила норковая шуба. Назовите ее одним словом, образованным от имени собственного время. Какой-нибудь арфа, я не знаю, я не знаю, арфа, это... Валентин... А-а-а, батюшка, Валентинка. Что за Валентинка такая была? Валентинка хорошо. Так, давайте еще раз. Упаковка, это самый дорогой ее. Сделанной по заказу Аристотеля Анасиса, послужила норковая шуба. А, от имени собственного, то есть что-то с именем еще должно быть. Шуба снаружи, шуба, шуба это как обертка. Ну, какая-то Валентинка, может быть, условная Валентинка. Нет, нет, это какое-то вот поздравление, открытка. Правильный ответ, это Валентинка. Хорош. Упомянутая Валентинка была подарена опернативе Марии Калас. Ее стоимость оценит 300 тысяч долларов по тогдашним ценам. Валентинка и... А с чего она была сделана? Отвечает, верно. В окрестностях Воркуты расположены поселки, построены вокруг угольных шахт. Воркуту и соседние поселки иногда называют Африкой Россией. Какие два слова мы заменили? Время. Чёрный континент. Хорош, хорош. Альтер Вистер, Арт оф Мэднесс. Какие два слова мы... Погодите. Какие два слова мы заменили одним? Не подходит чё-то. Африка, чёрный континент, чёрный. Всё. Я не туда смотрю. Да-да-да. Называют чёрным континентом России. Вот так вот, наверное. Осуждаем, если что. Чё-то это вопрос. Все отвечали слово чёрный, а второе слово мало кто придумал. По аналогии с Золотым кольцом России, Воркуту предлагают называть чёрным. Согласно распространённому представлению, чёрный кольцо наиболеме Олимпийского движения ассоциируется с Африкой. Вот тут так же и, собственно, и случилось. Только одна команда ответила. Ну, кто ответил? Пояс, полоса и так далее. Обозреватель отмечает, что картина Жанна Миро «Персонаж, бросающий камень в птицу» трудно подаётся описанию за отсутствие их. Перечислите их. Время. Перечислите их. Я сначала подумал про теней. Персонаж, бросающий... Камня, птицы, мальчик. А, персонажа, камня и птицы, да, получается? Классный вопрос. Ох уж это до современного искусства. 77 человек, 78 в лайне. Вау. Рейтинг. Мы на первом месте на один балл пока обгоняем. Команда называется «Линтовка». Это праздник. Правильный ответ, собственно, как описать картину, если не понимаешь, где тут персонаж, где камень, а где птица. Вот птица. Вот персонаж, вот камень. А персонаж, камень и птица, три команды взяли. В одном романе вдова решает сдавать комнаты в квартире. Описывая, как мебель супруга распределена по комнатам, автор упоминает разобранный икс. В известном выражении икс фигурирует вместе с предметом мебели. Господи. Выдавите икс. Время. Скелет в шкафу, да? Скелет. Ну, жестко, жестко. Я лучше разбираюсь, чем искусствовед. Да. Классический пирожок. Искусство. Сейчас. Так, сейчас я найду. Вот. Искусствоведов группы Тихо восторженный глядит на холст. И вдруг один седой и строгий отчетливо сказал говно. Вот такие дела. Харитон, здравствуйте. Разрозненные гарнитуры мебели напоминали разобранные кусти скелетом. Скелетов в шкафах, к слову, в раме на бок. Супер. Не наблюдается, с которого взята цвета. Пирожки на месте. И уже две команды. Нидерланды в честь Дня Святого Валентина граждане могли сэкономить на одной услуги. Для этого надо было поцеловать в том месте, где обычно находится она. Назовите ее. Время. Так, Нидерланды, тюльпаны, велосипед, почтовая марка. Экономия на покупке почтовой марки. Да, там можно этот оставить след губной помады. Так, марка. Ого, мы оторвались. Круто. И на Татьяна. Татьяна, в общем... Да, тут у нас так играют. У нас все серьезно. Пакет 14 февраля, да. Марка Нидерланды. Давайте почтовая. Ага. Татьяна, вы откуда? Откуда нас узнали? Из какого города? Забыл запись. Надеюсь, Святой Валентин отправит свою Валентинку бесплатно, если этот поцелуй имел ту же силу, что и настоящая поцелуй. Ютуб, мы забыли запись включить. Но мы практически только начали. Да, почтовая марка, правильно. Из Караганды. Им приходится использовать почти гимнастические приемы, чтобы понять что-нибудь с земли. П.Е. не должны терять сознание даже при попытке выпить немного воды. Но от резкого притока крови спасает пучок артерии и до этого не доходит. О ком идет речь? Время. Жирафы, да. Да. Так, я знаете, что я сделаю? Вот просто скачаю потом стрим с твича и недостающую часть воткнул. Вот. Все. Ну, я начал запись на Ютуб. Ютуб. Я сделаю так, что запись будет целиком для вас. Так, все, Караганда свирается и расширяется в нашем чате. А вот и подсказка, да? Алма, здравствуйте. Алма. Алма. Правильно же Алма, да? Ударение в Якутии так же ставится. Длинная шея помогает жирафам есть листья. С высоких деревьев и издалека замечать врагов. На каждую попить воды жирафам приходится осваивать акробатические этюды. Не доходит дополнительная подсказка. В 17 веке Шарлотта Роза де ла Форс была отправлена в монастырь, где написала персинету. В одном из переводов персинеты упоминается, что длина составляла 38 ярдов. Волос? А чего? Фрим. Ну да. Ну коса, да-да-да. Косове. Она написала персинету, и в этой персинете просто упоминается, что длина чего-то, длина названия. Так, ярд это метр. Блин, ярд это метр почти. Удава. 38 ярдов. Длина манус крипта. Блин. Нормально, давайте оставим косу. Персинета – это аналог более известной Рапунцели. Помимо других причин, Рапунцели заточили в башне еще и ради сохранения целомудрия. Забавно, что одну из первых литературных обработок этого сюжета воплотила именно Шарлотта, которую отправили в монастырь из-за распутного образа жизни. В общем, длина волос. Осуждаем, осуждаем. За отправление в монастырь, в смысле. Мартин Лютер сравнивал Папу Римского с первым. Император при этом несколько менее лестно сравнился со второй, поскольку лишь перенаправляет власть Папой Римского. Брошечка. Назовите первое и второе. Время. Дышло там какое-нибудь, я не знаю... Папу Римского с первым. Император при этом сравнился со второй. Сердце и голова. Может, хвост и собака, знаете, которая собакой управляет хвостом или хвост собакой. Солнце и луна. Да, 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 точно. Солнце и луна. Не сразу заметил. Голгами, гол. Отлично. Отлично. Да, сравнивал с первым солнцем, а этот со второй, с луной. Хорошо, очень круто. Очень круто. Как известно, луна не излучает собственного цвета, а лишь отражает солнце. С намеком на то, что император лишь распределяет исходящий от Папы власть, Лютер сравнил его с луной, а самого Папу с солнцем. Так, вопрос не слышите? Рука солнца. Пусть я погромче сделаю. Персонаж приключенческого сериала, некогда лишившийся очков, ломает подзорную трубу, прилежавшую другому персонажу. Какую фразу из трех слов он при этом произносит? Время. Болшечки. Око за око. Да, супер, супер. Хотя мы к вам тоже правильно. Только по-современному. Лаухин Ритц, здравствуйте. Я теперь знаю, как правильно произносить ваш ник. Глазная тема. Так, ну все, мы ушли в отрыв. Осталось только стабильность. Очки и подзорная труба, это оптические приборы. Правильный ответ, око за око. Зуб за зуб. Око за око. Верно. Борис Акунин пишет, что его не следует считать достоверным историческим свидетельством, так как этот средневековый комикс был заказан братом Вильгельма. Назовите его. Время. Какой-то биовульф? Борис Акунин. Я не знаю. Ну, биовульф старший должен быть. Средневековый комикс. Гобелин этот, как его там? Гобелин. Что за гобелин? Капелла. Сексинская капелла. Бестиарий. Гобелин из Байе. Байе. Альтервистер, вы про это хотели, да? Вау. Что это такое? Это должно быть что-то визуальное. Это должна быть именно какая-то картина. Ну, или гобелин. Он был создан по одной из версий брата Вильгельма Завоевателя и рассказывал только одну точку зрения на процесс завоевания Англии, нормандскую. Это знаменитый гобелин из Байом. Вообще. Гобелин из Байом. Да, такая длинная фигня, похожая на средневековый комикс. Я впервые слышал. Рассказывая переезде своей семьи, он писал, что имел в своем багаже банку из подворения, набитую гусеницами. А Ларри два сундука книг. Назовите его. Время. Кто такой Дарвел? Кто эти люди? Набоков. Так, пишу Дарвел, в общем, да? Кто это? Что это такое? Как нужно быть такими умными, ребят? Дарвина знаю, да. Набоков тоже знаю. Он любил бабочек. Набоков любил бабочек же, да? Или... А Ларри, это старший брат Джеральда Даррелла, Лоуренс Даррелл, тоже известный писатель. Джеральд Даррелл прослал со своими книгами животных. В опросе также намекаются на книги «Моя семья и другие звери» и «Зоопарк в моем багаже». Даррелл, да? Даррелл? Блин, вы лютые, ребят. Просто. Мадам Даррелл, подыскивая дом на острове Корфу, отвергла первые 10 вариантов, потому что в предложенных домах не было ее. Назовите ее словом с удвоенной согласной. Ванная? О. А почему? Терраса. Терраса. Блин, терраса или ванная? Она из Англии. Ванна лучше. Так, дайте-ка я чуть-чуть увеличу текст. Так будет поудобнее. Общественные баны там были. А-а-а. А-а-а. Ванная или ванная комната? Давайте оставим ванную. И туда, и сюда. Местные жители удивлялись неожиданному требованию наличия ванны. Зачем нужна ванна, если есть море? Ванна. Четыре команды. Рядовой Василийска, в Первую мировую войну, бежавший с германского плена, вспоминал, что заваривая кофе, немцы кладут в стакан по пять кусков сахара. Рассказывая об этом, Елена Синявская предполагает, что рядовой невольно стал немецким им. Назовите его словом латинского происхождения. Время. Пропагандистом. Ага. Ага. Супер. Альтервистер Котямба. Пропагандистом. Тут именно то, что он пропагандировал, говорит, вот там вот сахара больше, типа, круто, круто, очень хорошо. Агитатор. Амбассадор. Блин, агитатор или пропагандист? Что же латинское слово? Ну да, тут и то, и то, и то я должен засчитывать. В немецкой армии бытовые условия и снабжения вовсе не были таким уж хорошими, но пленному пускали пыль в глаза, затем позволили сбежать к своим, чтобы он сам об этом не догадываясь подорвал боевой дух сослуживцев. В общем, агитатор... О! происхождение. Пропагандист это верно. Супер. Юному герою фильма срочно нужны деньги, чтобы привести себя в порядок и понравиться потенциальным приемным родителям. Однако в итоге семейную пару отпугивает внешний вид ребенка. Антагонисткой в этом фильме является она. Назовите ее двумя словами. Представляете, я еще не успел даже дослушать вопрос. Art of Planets уже написал ответ, при том, что у него задержка на секунду 7 минимум должна быть. А, он зубы вырывал себе и продавал. Жестко. Зубная эфира. Да, страшно, страшно. Не стоит она того. Блин, ну это хорошие вопросы. Хорошие вопросы. Так, у нас 5 баллов отрыва. Серьезно играем. А чтобы как-то раздобыть деньги на щетку, мыло и одежду, мальчик силой лишает себя всех имеющихся зубов. Изуродованный этой процедурой внешний вид настолько пугает потенциальных родителей, что усыновление так и не происходит. Зубная эфира в фильме... Это хорошая версия. ...чудовищем, который щедро платит детям за зубы. А заканчивается все совсем уж кошмаром. Да, какой-то трешовый фильм. Но, че бы, нет. Девочка из рассказа с Элинджером спала на краю кровати, потому что боялась толкнуть его. Психологи считают их нормальным явлением, а этот синдром назван шведским именем собственным. Каким? Примет. Серого, серенького волчка? Карлсон? Почему Карлсон? Не, хорошо, но я просто не понимаю. Боялась толкнуть его. Вымышленный друг. А, синдром Карлсона. Все. Все, да. Синдром Карлсона это название синдрома, когда ты вымышленных друзей себе заводишь. Карлсон. Карлсончик, дорогой. Хорошо, хорошо. Подлагивает? Может подлагивать. Девочка спала на краю кровати, потому что ее воображаемый друг якобы спал вместе с ней, но боялся его толкнуть. Карлсон иногда считает воображаемым другом малыша. Карлсон, правильно. В одном романе Уэллса ученый кормит цыплят особой пищей. Герою какой повести? Собеседник говорит, что ученый из этого романа по сравнению с ним просто вздор. Время. Герою какой повести? Кандефейт бабочки? Не знаю. Герою какой повести? Собеседник говорит, что ученый из этого романа по сравнению с ним просто вздор. Остров доктора Моро. Собачье сердце. Ух. Ух. А чем их там кормили? Ну, там же какая-то жесть, да, происходила? Может, они курятины кормят. Нет, собачье сердце вряд ли. Герой какой повести? В романе Уэллса пища богов ученый кормят цыплят пищей, от которой те вырастают до невидных размеров. Правда, в дальнейшем ситуации выходит из-под контроля. Столь же большими вырастают крысы и осы. Ситуация очень схожа с роковыми яйцами Михаил Фанасьевич. Все-таки, да, была версия. Роковые яйца GN. Круто. Круто. В поле можно встретить отличающегося силы шмеля Альфу, который проникает в гнездо других шмелей и смело убивает матку. Какое слово, содержащее три одинаковых класса согласных, мы заменили на Альфу. Время. Ассасин. Ассасин хорошо. Блин. Камикадзе, кукушка, ниндзя. Зачем убивать матку? Ассасин, да, он приходит и убивает главного. Он такой прям киллер, наемник. Мне нравится очень. Ассасин. Шмель Ассасин. Типа шмель какой-то. Кукушка. А, кукушка. Блин. Кукушка. 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 Хуже. А, ассасин. А, а. Ха-ха. Паразит-то, шмель, кукушка. Блин, все-таки кукушка. Ха-ха-ха. Ладно, все. Ха-ха-ха. Ассасин. Ха-ха-ха. Блин, и то, и то было хорошо, ребят. Сложно выбрать, реально. Заглавный герой фильма «Частная жизнь» Шерлока Холмса заподозрил, что в озере по толще воды плывет подводная лодка. Чтобы убедиться в этом, Холмс одалживает, что именно, время. Так, сейчас обсудим, ребят. Акваланг. Так. Да потому что в озере под толщей воды плывет подводная лодка. Удочка. Блин. У доктора, да? Стетоскоп, наверное. Как-то он слушал все-таки. Стетоскоп. Стетоскоп. Ну, как-то он по... Сейчас, пожалуйста. Типа, что у доктора можно одолжить? Фонендоскоп. Блин, я все время путаю, что там как называется. Сложно. Альф и женский рот оказывается. Офигеть. Позаимствовал он уходившийся рядом доктора Ватсона. Позаимствовал он... Это, он же Фонендоскоп. Сюда. Сюда. Скиптильник. И два ответа. Собирая материал для своей книги, Йен Бэнкс побывал на Шотландском острове. Там напустил несколько объектов, которые расположены так близко друг от друга, что, по словам писателя, от одного до другого может легко докатиться она. Капля пота. И ее двумя словами, которые начинаются на заднем. Сидние буквы валида. Время. Бочка виски. Бочка виски. Хорошо. Так. Пастинеска. Бутылка виски, наверное, да, все-таки? Наверное, бутылка. Он, наверное, там посещал, в общем, эти... Как называется место, где производят виски? Блин, бочка или бутылка? Виски курт. Ладно, бочка, виски. Винокорник все-таки делаю, да, виски? Бутылка. Продумали. Спасибо. Вы у нас новый пользователь. Откуда нас узнали? Из какого города? Так. Люди, которых я в прошлый раз просил сказать, откуда они не все написали. На всех случаях продублируйте, может, я не заметил. Бэнкс писал книгу у виски и посещал знаменитые виски-курни. На острове Альс, виски-курними Лафройка и Лагавулин, совсем небольшое расстояние послан Бэнкса, бочка виски легко докатится. Ну, или бутылка виски. Бутылка виски. Пастор откололся от своего хрупкого стада. Святой разлучился своим золотым посохом, а мученик с гонителями. Так Поль Теру описывает свои впечатления от посещения гватемальской церкви, вскоре после чего. Время. Зубы? В зуб себя вырвал. Я не знаю, где вы трясете. Счет съедет сюда. Земля. Так, господин Гардемарин смотрит нас из Губкинского, Ямал. С ума сойти. Какая она широкая география. Просто невероятно. Земля трясения. Да, сейчас трясение. Ага. Узнал в зубсты. Классно. Я тоже думал о чем-то неприличном, но как-то это... Постеснялся, постеснялся. Земле. Земле трясения. Ну да, ОЕ это соединительное гласное. Нет, погодите. Земле трясения. Вот. Да, все. Даже витражим. Это землетрясение. Вот так точно правильно. Землетрясение, революция, карнавал. Аксинитрит алюминия планируется использовать в создании бронированных автомобилей. Он довольно прочен, но главное его преимущество не в этом. В процессе обработки аксинитрит алюминия становится каким? Время. взрывоопасным. 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 Полинепробиваемым. Прозрачным. Ого. А, типа, это для стекол, да? Круто. Интересно. Класс. Землетрясение. Вот. Все. Так, точно, правильно. Так, ну пока держим пять очков отрыва. Блин, опять завис. А его применяют для бронирования окон. Невидимым, либо прозрачным. Прозрачный, невидимый. Верно. Вернувшись из заграничной поездки накануне Нового года, советский ученый Павел Симонов сделал это на дверь. Вскоре ему стали звонить и беспокоены соседи. Что мы заменили словами сделать это? Время. Это не во мне проблем, ребят. Пропал процесс. Вы успели послушать вопрос? Я нет. Повесил что-то Тимону. Венок. Спрашивала, кто помер. Так. Повесить венок. Повесить венок. Повесить венок. Повесить венок. Сейчас я перезагружу. Сейчас мы отправим. А никто не пишет, что... Нет. Просто исчез. Что происходит? Так. Правильный ответ. Он насмотрелся на традиции западной и решил у себя тоже повесить венок к Рождеству. Соседи забеспокоились за него. Нормас. Да. Японский лауреат и Шнобелевской премии изучав силы трения предложили ее в качестве оружия, против которого не устоит даже Годзилла. Назовите персонажа советского произведения, получившего из-за нее травму. Время. Назовите персонажа советского произведения, получившего из-за нее травму. Скорее всего, банановая кожура. Семен Семенович Горбунков. Да. Да. Все. Семен Семенович Горбунков. Хорош. Ну, слушайте. Да, вслепую взять вопрос это сильно, ребят. Вот это вы слушаете очень внимательно. «Кармонки». Хе-хе. Эм, эм, эх, эм, эх, 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 эм, эх, эх, эх. сюда уже падал на кожуру а горбунков верно герой генри салазаром убил жену предварительно ложив ее спать и уехав из дома раскрыть преступление помог управляющий домом который обнаружил слишком большой x назовите x тремя словах расход воды расход электроэнергии счет засветного что-то такое счет за воду так уехал с дома уложил ее спать счет за газ а все за газ счет за газ супер джи мое почтение счет за газ слушайте это прямо для сайт винс до будет бриф меня уже ломает хочу играть сайт винс следите за телегой жужели лайф там все анонсы будут и когда я найду свободный вечерочек обязательно мы с вами бахнем новое дело просто смотрю конечно сушки газ не всегда может тогда еще и не было однако благоря бдительность управляющего был наказан это их счет за газом всем команд непосредственно перед родами в корабе акул снижается концентрации грелин грелин это он назовите его двумя словами начинающимися на одни и те же две буквы гормон индикатор какой нибудь идут оксид азота что гормон гнева гормон гормон голода гормон голода морская дохода а а она типа меньше офигеть офигеть когда хото знали или догадались но знать такое то вообще какой то высший просто уровень типа на а чтобы она детей не ела я думал чтобы она не искала себе еду пока рожает блин слушайте настолько глубоко я не думал круто круто детский энциклопедия рулит снижение концентрации грелина влияет на аппетит и отбивает желанию самок акул съесть собственное подпуск вам это гормон голода гормон голода все отвечают нет круто фрагменты произведения специфического вида искусства связанного с ним его изобретатель сказал я только расширил точки тире вниз назовите его ну кубар код как он там называют штрих-код штрих-код слит миша 2 1 раздельно так штрих-код слит нафигеть теку гугли гуглим ответы пока никто не видит да по-английски бар-код это было проще чем вспомнить штрих-код на что слово штрих-код из нашего обихода совершенно ушло осталось только qr-код точки тире это морзянка да там же это как раз зашифрованная в общем есть такой вид искусства который называется бар кода арт были на очереди физ прикольные штрих-коды коллеги у ричарда беймера наверное удивлялись когда видели у него их с кроликами но беймер знал специфику съемок сериалов и даже выигрывал в спорах назовите их время видел их с кроликами морковки зайца шляпы шляпы я снимаю шляпу так типа доставайте шляпы кролика пасхальные яйца пижамы тапочки тапочки наверное типа долго не знаю так долго это все снимается что они там уже на ваших тапочках ходят типа такая мысль актер знает что ноги почти никогда не снимают ходила съемочной площадке например делом костюме и тапочках с кроликами хорошо даже не замечали этого трусы нас до штрих-код он же цифры просто кодирует вермонти сбор сырья для него проходит несколько недель в году и осуществляется при помощи пластиковых трубок и насоса назовите его двумя словами время пластиковые трубки и насоса сбор сырья что там вермонтия алкоголь какой-то этот из как кактусов делают агаву там какой-нибудь вот это вот знаете кленовый сироп вермонт это канада все-таки да хорош евгений рокенлор картах мэднес харитон кленовый сироп не березовый сок тоже хорошо где березовый сок там и кленовый сироп интересно что с насосом даже у нас березовый сок насосом не собирает мне кажется тема трубок соединяет большое количество клюну в цистерне подействие вакуумного насоса сбор сока идет быстрее полученный сок последствия упаривает и получает столь пулян в канаде на севере сша кленовый сиропчик круто сиропчик правильно в книге тайна история драгоценных камней виктория финли пишет как знатный римлянин но ним и за пропуск один оказался в пропуск 2 заполните оба пропуска время данная история драгоценных камней знатный римлянин но ней типа салаты за цезаря салат из-за опала оказался в опале опал круто морская дохода так опал взбитая опал да запомните из-за опала оказался в опале морская дохода это прямо вау это офигеть круто круто аль драгоценные камни у нас поэтому из-за опала он оказался в опале мочи красивыми лиант опала пола переплет 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 хорошо дано только камнем не совсем играют три правильных ответа народную любовь лучше всего проверяется в местах где есть она работница театра маяковского вспоминает что впервые увидела нового худрука миндаугаса карабауски сам в ней и сразу поняла что режиссеру будет в театре трудно яма это время кровать кровать курилка курилка хорошо курилка хорошо типа они там обсуждают все что впервые увидел новую худрука из и в ней и сразу поняла до тим газета очередь униформа были блин или очередь нет где есть она места где есть она в местах где есть она очередь настоящая народная любовь это когда любимого актера готовы пропускать без очереди что демократичным интеллигентному режиссеру придется не просто работница театральной столовой поняла когда увидел что карбаускис во первых есть той же столовой что и остальные сотрудники а вторых стоит в общей очереди приписываемы некоторым птицам симбиотические отношения являются лишь легендой на самом деле эти птицы ловят мух заводящихся в остатках мяса они делают это что-то время воркают что еще крокодила чистят зубы да что там у нас уже там сильно отрыв 6 очков хорошего паса классная но сложно были не знаю я все никак не привык формат спортивную для меня это еще какой-то просто другой уровень другая планета правильный ответ симбиотические отношения с крокодилами имеется ввиду на самом деле птички тарием крокодилом зубы не чистят они там что-то выковырят какое-то мясо чистят зубы крокодил не ушел крокодила чистить зубы крокодил звучит как эфиризм можно узнать по особому морскому узлу ответьте словом французского происхождения кто завязывает этот узел время так кто завязывает узел это морской узел акушер круто то есть у них типа пуповина завязана морским узлом типа у них пуповине морским узлом завязана была пуповина там потом обрезан и так какой-то специфический пупок и слава французская борода брейх это тоже хорошо по городской легенде о которой пишет павел карусанов по акушерке в кронштадте завязывает пуповину младенцем особо морским узлом так что все кто родился в этом городе в любом возрасте можно узнать по форме пупа это угар какой-то нет верно или на разу здравствуйте сериале где существует множество параллельных миров с минимальными различиями начали ни одного мира было полностью перенесено в другой описывая последствия этой катастрофы пострадавшие упоминают фразу из библии напишите эту фразу типа брат на брата там каждой твари по паре вот хорошо это очень хорошо и реалия прекрасно прекрасно типа они там минимальные различия и там все эти люди продублировались потому что из одного мира полностью перенесли перенесли в другой мир населения и там соответственно все одни и те же люди удвоились с какими-то может небольшими различиями описывая последствия катастрофы ну катастрофы да ну типа там какие-то хреновые люди возможно были может они не самые какие-то хорошие прям количество людей параллельном мире удвоилась каждый человек теперь имел двойника подобное перенаселение велась катастрофа но если слово катастроф просыривалась у вас со всемирным потопом тут тоже хорошо каждой твари по паре хорош в одной статье рассказывается что живший на острове скульптор не смог купить достаточно материала и пришлось занимать у родственников и друзей в итоге согласно тексту статьи была собрана такая сумма денег ответьте прилагательным древнегреческого происхождения какая время колоссальная колоссальный класс на он колосс радоски строил да наверно на остров родос и им джи все так ведь он хотел сначала на свои а потом понял что ему не хватает идея для стартапа с первой политики и колосс готова была собрана колоссальная сумма денег ведь строили колосс радоска культер хоррис правильно рассчитал сколько ему нужно материал однако жители острова потребовали сделать статуи в два раза выше и дали денег два раза больше но при увеличении высоты в два раза объем увеличивается восемь раз и материала не хватило в этом вопросе словом они мы заменили два других слова перед одним из загсов алматы находится скульптурная композиция под названием они что является ответом на загадку в который упоминается они время давайте я палматы один раз гулял за полтора года так ножницы два кольца ага названием они стали этим загадку которую понравится они два кольца два конца а посередине гвоздик ножницы хорошо ножницы да я не помню такой скульптуры вы также как я мало гуляете по алматы правильный ответ это скульптура два кольца ну и соответственно два кольца два конца это ну а там именно скульптура два кольца все говоря про адаптации вадим бондер утверждает что если завтра распространение получит белый он там увидим множество белых голубей назовите его словом в котором обе гласные одинаковые время так к чему адаптируется белые голуби глубинная почта глубина белая белое платье какой-нибудь все типа голуби мимикрировали под бетон под цвет города до асфальт говорит что это свеча но мы докрутили в общем они мимикрируют да ну как как это называется мимикрировать под окружающую среду да но туда не все станут белыми потому что будет удобно городах голуби разного оттенка серого в зависимости от цвета асфальта при этом асфальт используется для покрытия встречается засвеченный вопрос расцветку под него асфальт верно наше здравствуйте персонаж утиных историй дональд дак известен неразборчивой речью в одном эпизоде можно узнать что дональд не только способен изъясняться понятно но и обладает навыками его чрево вещания время битбакс сурдопереводчика язык жестов так не способен не только способен изъясняться понятно но и обладает навыками его чрево вещания блин не погодите в одном эпизоде можно узнать что он не только может хорошо изъясняться но и обладает навыками блин а была такая серия все это другой уровень понимания ответа на вопрос когда ты гашток была такая серия когда дональд говорит за куклам его речь очень даже разборчиво мне он выступает чрево вещать или мое почтение мое почтение глобальное потепление привело к тому что недавно на северном полюсе нашли ее оставленную всего лишь 2018 году назовите ее двумя словами время оставленную лишь восемнадцатом году капсула времени вау айт-регистер круто юнджей лейт-нэйт капсула времени не пишу еще раз капсула времени круто ее специально куда-то в снег в лед зарыли чтобы потомки далекие откопали а она раньше времени разморозилась через весь наш были такой ли привез так ребят мы сегодня играем в онлайн чкк он будет где-то 23 на москве затаяние ледников капсула времени сплыла очень быстро ожидал что капсул не найдут еще несколько десятков лет пивная банка есть еще вариант не знаю что там с пивной банкой всего 50 вопросов нас уже 46 из 50 рассказывать что когда царь катался на лошади по краю поля располагали специально обученные люди которые должны были бороться с ними с другими имеют тоже борются спецслужбы кто они время какие-то плохие коннотации от этого вопроса кроты кроты хорошо да да супер не зайцами все-таки не спецслужба пока еще борется хотя все впереди пока пока кроты жучки жучки тоже хорошо а являются ли кондукторы спецслужбами вот в чем вопрос рок-н-лорка зачем прицеле бороться кротами кроты роют норы и лошадь может споткнуться об эту нору провалиться туда чтобы лошадь не попала копытом в кротовую нору не а по периметру поля стояли садовники внимательно смотрели на землю заметив движение земли садовник должен был быстро выкопать крота на сленге кротом называют внедрившийся агента противоположной стороны кроты верно немецкая художница паула модерзон беккера отличалась независимостью свободы нравов один автор объясняет печальную судьбу картин паулы третьем рейхе указывает что то обошлась почти без первых второй и третий назовите первую вторую третью время свободы нравов независимость без нравов свободы и еще чего-то господи как сложно свобода равенства братства первых без первых второй и третий огонь вода трубы трубы огонь вода деньги свобода слава блин нацистам не нравились даже не столько картины модерзон бекер сколько и бурной биографии который не отвечал стандарту национал социализма роль женщины в обществе который выражается триадой дети кухня церковь реально кто-то писал кухонь киндеркирхи матильда вау вы абсолютно лютая матильда раз вас ездить в вестернах он получил название кавалерии из их так и пропал звук бог из машины да альтервиста все бог из машины да все на латыни deus x махина махина матильда рад вас видеть давненько вас не было или я что-то забыл привет эстония если я все правильно помню были капец так назовите его на латыни он но он он это сделал свой этот ответ да ну ладно нормально соответственно прием фильма хариком западе самый критичный момент на горизонте показывали садники волы и шерифом является разновидностью deus x махины бога из машины deus x махина правильно пьеса гамлет начинает со сцены в которой стражника кликает другого человека в темноте герой пола гроза называет гамлет самый длинный ей в мире назовите ее 3 тень пауза ее прелюдия ответная реплика эхо она она игра в прятки игра в прятки хорошо прикольно блин длинный или долгий вот это хороший вопрос реклама не знаю что-то реклама блин не знаю самый сложный вопрос пакет он даже брали на втором эфире не есть такая шутка которая начинается с известного зачина а именно с этой реки ток сзэя начинается гамлет это считается самый старый шнок-нок-нок-нок юмджи мое почтение мое почтение снимается на перекличку фанта офигеть это групп но мне показалось интересно ой в юмористическом мультфильме сигмунд фрейд в качестве него использует мать назовите его время в качестве его использует мать отец стоп стоп слова скорее всего хорошо в юмористическом мультфильме стоп слова очень хорошо ребят никнейм нет стоп слова вообще отлично застал что пакет у себя сплит пароль блин пароль тоже хорошо дайте по ответ сейчас посмотрим ну и последний зигмунд фрейд мать туда же в кавычках можно увидеть пароль это стоп стоп слова для зигмунда фрейда стоп слова ставка плюс 18 неплохо а 4 4 команды раз ребят красавцы но блин круто круто подумали раз твой пакет на тушу не зачета но все равно играют клево это вы ребят один дома невинные инвесторы всем большое спасибо через 12 минут приходите на зарубежный рук там вас порадуем музыка ну а так до новых встреч расписание уже ну чё ребят поскольку там что где когда начнется так заканчиваю запись для ютуба склею то что я пропустил и выложу попозже выложу чтобы этот пакет еще успел поиграть из его будут на каких-то еще других играх включать так гашу запись на youtube спасибо что смотрели так остановить